Матушки, следующая часть книжки, мои видео книжки посвящаются моему отъезду, отъезду в Киев, вот, так как я подарила, в общем я все рассказывала в прошлой части, смотрите прошлую часть, будете знать о чем идет речь. Итак, сумки я собирала и потихонечку выносила, вы скажете, как, это же все на виду, это все вот, ну вот как такое может сделать, знаете, я вам скажу так, ну мне так кажется, главное желание, и сделаешь все, и все получится, и вообще не будет никаких проблем. И я постепенно начала выносить эти вещи, хранились они у меня в кустах, они мукли под дождем, вот, ну, ничего лучше я придумать не могла, я связалась с водителем на Блаблакаре, он уже возил мне сумки, поэтому я уже отталкивалась от того, что он их и заберет, когда он может, вот, и соответственно он мне и помогал. Вот, таким образом моя эпопея продолжалась, я мучительно и долго прощалась про себя с Драгоном, почему? Потому что мне было, мне было неудобно, то есть я опять чувствовала это чувство вины, да, что я так поступаю, как я так могу, вот. Вот, но то, что я чувствовала внутри себя, что я здесь не могу находиться, мне здесь плохо, и нужно что-то менять, я, конечно же, должна была и ставила превыше всего, потому что, ну, человек-то живет не для кого-то, он живет для себя, да, он должен учитывать интересы, даже не интересы, ну, как бы воспитание, там, совесть, вот такие вот, да, какие-то струны души, вот, на вот такие вот чувства давить, но, тем не менее, факт остается фактом. Реченька, иди сюда, зайчик, сюда. Вот, я поставила всех превыше себя и тихонечко собиралась домой. В первую очередь, и сейчас я так думаю, и тогда я так думала, все, что мне мешало, я потом все это перечислю, конечно, и в конце книги, ну, и сейчас могу сказать. Все, что мне мешало, это человек говорит одно, а делает другое, то есть слова не совпадают с действиями, так было всегда, так и до сегодняшнего дня. Вот. Примеры потом приведу. Человек рассчитывает на то, что я забуду, или не смогу отбиться, или не запомню, что он обещал, не знаю, в чем причина, но факты стоят за фактом. Человек так думал, и он так действует, он так живет, то есть он врет всем, вот, чтобы не было конфликта, ссоры. И до последнего остается верен себе, то есть вот у него там есть какая-то, ну, не знаю, жизненный план, как это сказать, установка какая-то, то есть у него выработались какие-то принципы, жизненные принципы общения, жизненные принципы, почему вот все вот так вот, да, и он четко следует им. То есть он не будет ради меня что-то менять, как бы он меня не любил, все, что касается любви, это, пожалуйста, я тебя люблю, я тебе дам секс, вот, в этом, в общем-то, и заключается любовь. Я говорю, а что ты еще хочешь есть, ну, у тебя есть хлеб, там, или что-то, ну, такого плана, то есть нету такого там, да, что... Вот он меня хочет порадовать и говорит, что бы ты хотела, я говорю, ну, для меня важно пойти, ну, пошопиться по магазинам, это я могу делать хоть каждый день. Он говорит, да сейчас, это же дорого. Ну, то есть он это вообще не воспринимает, вот так вот оттолкнул от себя, что для меня это круто, он подумал себе, что он не может это принять и позволить мне такое, да, там, со своей стороны. Ну, все, значит, мы не рассматриваем этот вариант. Вот, ну, это я уже зашла далеко от темы, то есть собираюсь, собираюсь, веду себя как положено, готовлю жрать. Какие-то такие обязанности, все как обычно. Что происходит в душе? Я прощаюсь со Словенией, я снимаю много природы. У меня есть видео первые, можете их посмотреть, как выглядит озеро Байер. Это то, которое недалеко от дома находится. Я была там практически каждый день. Вот, я смотрела, как растут маленькие лебедята и так далее. Может быть, интересно вам будет посмотреть на природу Словении. Вот, и продолжаю собираться. Денежек у меня абсолютно не было. Деньги мне прислал Саша. И на дорогу, и на проезд, и на сумки, и на все. Поэтому я воспользовалась опять Сашиной добротой. И в июне, да, я ходила в школу все это время, изучала славянский язык. И вы знаете, мне так нравилось ходить в школу. Почему? Потому что это настолько раскрепощает тебя, это настолько тебя, не то, что раскрепощает, это просто настолько снимает стресс, когда ты ходишь в школу, да, ты прибегаешь домой голодный, там, пока бы покушал, потом пошел с собакой поиграл, и уже пришел драга, и прошел день. То есть, для меня каждый день это испытание. Ты находишься вот с этой бабушкой в квартире, она постоянно там стонет, кашляет, там, и так далее, как старый человек, да, со своими заболеваниями. И ты постоянно находишься как в больнице, в каком-то отделении, где больные люди лежат и стонут. Но ты не можешь в этом пребывать. Это стрёмно. Вот. Ну, это я рассказываю, что я чувствую, хочу как-то вам это передать, почему так все происходило. И, конечно, это такой, блин, депрессняк и отстой, и пух. И еще с тем, что я работу не могла найти. Уже спрашивала у этих, которые в школу ходят из Боснии, приехали из Македонии. Я говорю, а вы находите, ну, вы можете здесь найти работу? А какую здесь можно найти работу? А то, а это. И так далее. То есть были такие темы, да, там я рассказывала, с какой страны я приехала и так далее. И были такие темы, когда я говорю, вот, я работала там менеджером по продажам, такая-то зарплата, там везде меня хвалили, там, ну, немножко о себе рассказываю, чем занималась. И моя преподаватель удивилась, говорит, Наталья, а почему вы, ну, вот у вас все так было хорошо в той стране, зачем вы сюда, мол, приехали? Она, конечно, не сказала это в лоб, она как-то по-другому это завуалировала. Но было слышно и понятно, что она хочет спросить, что если там все так круто, зачем ты здесь? Ну, вот как-то так. То есть она, то, что у меня держалось в голове, я не произносила, она это произнесла и как бы вскрыла мою проблему. Вот. Подружилась я тут, нашла еще нескольких человек русских. Подружилась я тут еще с несколькими людьми русскими. Это была Мария в моей группе, потом к нам еще присоединился попозже Павел. Мария из Москвы, Павел вроде бы из Киева, но у него акцент был русский. И, скорее всего, он сам родом из России, а жил в Украине. Но не важно. Вот. И что я хочу сказать? Конечно, это не могло меня не радовать. Это меня так удовлетворяло, что я была практически счастлива, можно сказать. То есть мне не нужно было уже ни работа, ни зарплата, ни красивой шмотки. Это было просто какое-то ощущение полного счастья, потому что я могу вырваться с этой больницы, в которой я нахожусь каждый день. Окунуться в какую-то другую атмосферу. Вот. Ну и все. Я считала дни. Школа шла своим чередом. Я себе собиралась и готовилась. И в один прекрасный юнский день, у нас был как раз перерыв в школе, в этой словенского языка, я взяла сумку, речика и уехала. Уехала я в Киев. Встречал меня Саня. Вот. Я забрал меня Вова, который забирал все мои вещи. Вот. Было еще очень много людей, которые говорили на русском языке. Очень многие из них жили в Италии. Сами они украинцы. Одна жила Маджарщина. Ну это Венгрия. Но она жила на границе с Украиной. То есть она знала и русский, и украинский язык, и венгерский, и итальянский. Ну вообще такая полиглотка получилась. Вот. И я, конечно, разговорилась. Очень интересные люди. Очень мне интересно с ними было общаться. Я им рассказала свою ситуацию, и как все обстоит, и почему я уезжаю, и так далее. Ну и они, конечно, меня поддержали. Сказали, делай, как тебе подсказывает сердце. Почему? Потому что это твоя жизнь, и из-за тебя ее никто не проживет. Ну и таким образом я еще раз сама себе подтвердила то, что всегда нужно обращать внимание, в первую очередь, на свои чувства, на то, что ты чувствуешь, на то, что хочется тебе. Потому что потом ты будешь очень сильно жалеть, что ты подстроился под кого-то, не сделал то, что хотел, потому что боялся осуждений и так далее. А как часто все-таки осуждение стает, скажем так, преткновением перед каким-то решением? Очень часто. Я не знаю, может, я такой человек, который обращает на это внимание, но, по крайней мере, вот я знаю, что это так, и говорю вам так, как я чувствую. Вот. Ну, так, как у меня в жизни происходит. И что еще произошло в этот момент чудесный? Я начинаю записывать мои первые видео, моя трансформация. Что это такое, вы тоже можете посмотреть в моих видосиках. Я начала проходить курс еще до отъезда в Украину, который назывался «Будь лучше сегодня». Этот курс я прошла, по-моему, даже с мая месяца. И начала это все использовать, употреблять в жизни. Сказать, что все изменилось, это ничего не сказать. Я могу сказать, что изменилось кардинально. Ребята хрянины, это Стас и Глеб. Молодые ребята сейчас живут, по-моему, в Лос-Анджелесе, в Америке. Не знаю, в каком городе. Не уверена. Прослушайте их бесплатный курс. Хотите, пойдите на платный курс. Но очень рекомендую. И они... Ну, я думаю, что они начали... Они задали начало моего спасения. Из этого депрессняка ужасного. И выхода из этой всей ситуации. Так что, я с вами на этой радостной ноте прощаюсь. Вот, в следующей части расскажу, что было в Киеве. И уже скоро-скоро-скоро конец книжки. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok